Давайте всё-таки, у нас не так благостно идёт, но всё-таки так более-менее ровненько. А у нас новая газета, она сейчас нам что-нибудь подбросит. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Добрый день. Вопрос такой. В этом году в Центрально-Африканской республике погибли мои коллеги и друзья. Да. Александр Сторгуев, Архан Жемаль и Кирилл Радченко. Это большая трагедия, согласен с вами. Вопрос у меня такой. Что вам известно о их обстоятельствах гибели и, в частности, о возможной причастности к этому частной военной компании «Вагнер». Во-вторых, что вы думаете, насколько это вообще правильно, что бизнесмен, которого называют вашим поваром, Евгений Пригожин, как считается, занимается и руководит ЧВК «Вагнер». И, в целом, что вы думаете о деятельности частных военных компаний, складывается впечатление, что вы как-то стесняетесь этого или отрицаете этот факт. Может быть, тут стоит этим гордиться. Ведь они действуют в Сирии, в Донбассе, в Центральной Африке, в других странах. И второй короткий вопрос. Как вы знаете, правозащитник Лев Пономарёв, наверное, вам известный, 77-летний человек, был арестован сейчас на 15 дней за пост в Фейсбуке. Как вы, как человек, к этому относитесь? Нормально ли это? Спасибо. Давайте начнём с «Вагнера» и с «Поваров». Все мои повара – сотрудники Федеральной службы охраны. Они люди военные, в разных званиях находятся. Других поваров у меня нет. Надо, чтобы было это ясно, понятно, и чтобы мы к этому не возвращались. Если кто-то хочет приклеить какие-то ярлыки, это их дело, и здесь ничего страшного нет. Это вот такая у нас политическая возня происходит. Значит, есть даже такое понятие «безопасное питание». Мы никому это питание, кроме как сотрудников ФСО, не передаём. Чтобы было вам понятно. Теперь по поводу «Вагнера» и того, что люди делают. Все должны оставаться в рамках закона. Все. Если есть какая-то… Мы можем запретить вообще частную охранную деятельность. Но стоит только это сделать, я думаю, что и к вам придут с большим количеством петиций, с требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек. Значит, если вот эта группа «Вагнера» что-то нарушает, тогда Генеральная прокуратура должна дать правовую оценку. Теперь по поводу присутствия их где-то там за границей. Но если, повторяю ещё раз, они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты. Ну и, наконец, о трагедии, которую вы упомянули. Это, безусловно, трагедия. Погибли люди, у них есть семьи, близкие люди. И вообще, к сожалению, очень много трагедий, связанных с журналистами. Я думаю, что мы никогда не должны забывать, в том числе и о журналистах, которые погибли на юго-востоке Украины, попав под обстрел или те, на которых фактически было совершено покушение, которых просто расстреляли. Об этих не забывайте, пожалуйста, тоже. Значит, ваши коллеги, насколько мне известно, приехали в Африку без всякого уведомления местных властей. Они просто не приехали даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Насколько я представляю, там идёт расследование. Достоверных данных, к сожалению, пока нет. Но мы очень рассчитываем на то, что они будут получены. По дипломатическим каналам мы держим эту ситуацию на контроле и надеюсь, что хоть когда-нибудь мы узнаем, что же в реалиях там произошло. Но я хочу принести свои соболезнования и вам, всем членам редакции, и близким людей, которые там погибли. Спасибо.